Добрый вечер! Вы смотрите прямой эфир новостей на информационном канале Севастополя. Студия Левтина Игнатьева. Вот главное к этому часу. Сорванные гаражи, вымыто асфальт и сошедший грунт. Как устраняют последствия пятничной непогоды в гаражном кооперативе на маршала Бирюзова? По морям, по волнам с комфортом для каждого. Пять новых пассажирских катеров в скором времени появятся в Севастополе. Когда можно будет оценить современный морской транспорт? Выше, сильнее, быстрее. В Севастополе начался региональный этап фестиваля Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО. Кто готов к труду и обороне за заветный значок? Жильцам дома на спуске Котовского, который во время ливня 7 июня подтопило сточными водами, выплатят компенсацию 295 тысяч рублей. Такое решение сегодня на совещании утвердило правительство Севастополя. Домовладение сильно пострадало из-за засоров ливневой канализации. Михаил Тарасов сообщил, что сейчас засор ликвидирован работниками водоканала. Выделение 295 тысяч рублей на материальные помощи в связи с тем, что дом был затоплен и требуется ремонт первого этажа соответствующего дома. Данный документ подготовлен при соответствии с взаимодействием Департамент соцзащиты, потому что это материальная помощь и пойдет по данному направлению. Вы прочистили водоканал? Вместо того, чтобы воде уйти в нужное направление, она вся ушла с Котовского в этот дом. Откачку произвели, все почистили, теперь требуется уже работы по благоустройству. Также сегодня на заседание было решено выделить почти 9 миллионов рублей из резервного фонда на благоустройство улицы Портовой и прилегающих к ней территорий. Там проложат 2000 квадратных метров асфальтового покрытия, установят защитный периметр из бордюров вокруг железнодорожной поликлиники и возведут перехватывающую ливневую канализацию. А в Ленинском районе Севастополя провели спецоперацию по демонтажу аварийных гаражей. Три сооружения были сняты с обвалопасного участка в кооперативе «Вымпел-1» на маршала Бирюзова. Из-за проливного дождя, прошедшего в пятницу, грунт под гаражами верхнего уровня начал сходить. Часть бетонных конструкций рухнула на соседние «Вымпел-2». Поток был такой силы, что асфальтовое покрытие местами вырвало кусками, местами прорвалось. Что еще рассказывают очевидцы и остается ли сегодня угроза обрушения склона? На месте событий побывала Наталья Двойцина. Гараж для мужчины, как гардероб для женщины, говорит Сергей. Приобрел он его пять лет назад. Мужчина не только машину в нем оставлял, но и хранил много для него ценных вещей. Кооператив «Вымпел-1» находится в балке за ТЦ «Океан». Пятницу, 7 июня Сергей вспоминает с ужасом. Пришел в гараж, а кругом вода. Поток, метр двадцать, вода шла сюда. Клон сюда, вся вода пошла сюда, в эту дырку. Сергей самостоятельно попытался спасти машину, но не получилось. Гаражи верхнего уровня накренелись. Грунт под первыми тремя сооружениями начал сходить. Был спасен один автомобиль, который уже, скажем, находился в сунувшемся гараже. Гараж был открыт, и вовремя был эвакуирован автомобиль. Вытаскивали пожарным автомобилем с помощью специальных средств, лебедок. Поэтому операция прошла успешно. Люди остались с целым имуществом. Гаражные кооперативы «Вымпел-1» и «Вымпел-2» в тот день стали зоной настоящего бедствия. Очевидцы вспоминают, тогда здесь затопило почти все. Оселевой поток был такой силой, что асфальтовое покрытие местами вырвало кусками, местами провалилось. На территории ввели режим ЧАЭС. В правительстве Севастополя была создана специальная комиссия. После осмотра территории решением стало демонтировать три аварийных гаража с обвала опасного участка. С работами медлить было нельзя. Спецоперацию сотрудники МЧС совместно со спасателями Центра гражданской защиты Севастополя провели в воскресенье. Но режим ЧАЭС с этой территории не снят. Каждый следующий дождь может только усугубить ситуацию. А ливень, подобный тому, что был и вовсе, разрушить все окончательно. По словам специалистов, образовавшаяся вдоль гаражей трещина длиною в 150 метров в ширину за эти три дня, к сожалению, увеличилась. Сейчас все зависит только от собственников. Чтобы попытаться остановить процесс обвала, гаражи нужно освободить от имущества и техники. Бремя ответственности за эти гаражи лежит, конечно, на собственниках. Потому что правоустанавливающие документы у них частное предприятие, гаражный кооператив, поэтому зона ответственности – это полностью их. Поэтому люди все предупреждены, им всем информация дана. В ближайшее время председателям кооператива эта работа будет продолжаться. Проблема в чем? Именно как раз освободить эти гаражи. Почему? Потому что при вот таком вот сходе грунта необходимо разгрузить именно верхнюю часть, то есть убрать сами гаражи, то есть саму нагрузку на грунт. Тогда мы, во-первых, его восстановим, а дальше будем смотреть. Если он дальше продолжится, тогда, конечно, надо будет убирать все. Под угрозой обрушения остаются еще более 30 гаражей в случае их обвала. Разрушены будут и эти строения. В кооперативе «Вымпел-2», находящемся ниже уровнем, спасатели уже и здесь ликвидируют последствия бетонной конструкции. Пробили крышу одного из гаражей. Продолжаются ремонтные работы и в Гагаринском районе. Там восстанавливают телефонную связь. Ремонт ведут специалисты оператора Севтелеком. Бригады работают круглосуточно. Задача полностью завершить процесс до конца июня. Уже отремонтировали все поврежденные волоконно-оптические кабели, в том числе межстационные линии и сеть передачи данных. Это позволило вернуть телефонную связь и доступ в интернет 10 тысячам абонентов. Пока без связи остаются еще 7,5 тысяч человек. Информацию о ходе ремонтных работ можно узнать на официальном сайте оператора связи Севтелеком. Напомню, в ночь на 28 мая в кабельном коллекторе вспыхнул пожар. Он повредил линии передач. Известно, что это был поджог, а личности виновных уже установлены. Это происшествие, это умышленные действия, умышленный поджог, который был совершен в кабельном коллекторе и который нанес огромный ущерб предприятию. Мы фактически сейчас строим новый узел связи, который встанет в том месте, где произошел пожар, для того, чтобы сократить время на строительство медных кабелей, исключить это время на строительство медных кабелей от коллектора до АТС на Героев Сталинграда 64. Фактически мы строим новый узел связи. Да, он временный, но он позволит сократить период восстановления сети. Выбрали лучших. В городе прошел финал конкурса «Новая севастопольская школа». Его проводили совместно Департамент образования и науки СевГУ. На конкурсе педагоги из четырех школ представили свои концепции школы будущего. Они предлагали свои идеи модернизации учебного процесса. Например, при помощи цифровых платформ или дополнительной внеурочной деятельности. Оценивали проекты члены жюри, среди которых губернатор Дмитрий Овсенников и директор Департамента образования и науки Игорь Белозеров. Победителем стали Ирина Кристинина, преподаватель седьмой гимназии. Она пройдет дополнительную специальную программу повышения квалификации и станет директором будущей школы коллегиума. Это будет реализация инженерной составляющей в образовательном процессе. Там будут специальные лаборатории, в которых дети помимо обучения будут также практиковаться. Будут представлены курсы по выбору инженерного направления. Медицинский класс, инженерный класс, будет класс астрономии. Здесь будет очень широкий профиль дисциплин. Мы постараемся сделать так, чтобы эта школа с самого начала ее работы была лучшей. И, конечно, все зависит от педагогов. Мы стараемся привлечь лучших, поднимать их образовательный уровень, стимулировать процессы переподготовки, использование современных методов. Этими разными способами, я считаю, мы должны постепенно переносить новшества в нашу систему образования. Пять новых пассажирских катеров в скором времени появятся в Севастополе. Сегодня на аппаратном совещании правительства губернатор Дмитрий Овсянников одобрил заключение лизингового контракта на приобретение судов. Контракт заключат с государственной транспортной лизинговой компанией. Новые катера станут современными аналогами нынешних пассажирских судов. Их спроектируют под Севастопольские причалы, а вместимость составит 250 человек. У нас такой усредненный облик этого судна имеется. По сути, это аналог того, что работает сейчас, только в современном виде. Фигуры высшего пилотажа в исполнении лучших летчиков над акваторией Севастопольской бухты. В субботу состоялось торжественное награждение победителей соревнований «Авиадартс-2019». На площади Нахимова экипажи победителей всероссийского конкурса «Авиадартс-2019» в основных семи номинациях получили призы и ценные подарки в виде наручных часов. Летчиков, что заняли призовые места, поздравил и наградил заместитель главнокомандующего воздушно-космическими силами России Андрей Юдин. Здесь нам все благоприятно было. Мы выполнили, оценили объективно. Результаты я сейчас озвучили мы. Первое место заняла 4-я армия ВСПО. Армия, где целенаправленно готовят воючных бойцов, которые побеждают и воюют очень успешно. После награждения тысячи людей следили за исполнением фигур высшего пилотажа. В небо поднялись русские «Витязи» и «Стрижи», «Миг-29» и «Су-27». Более полутора часов небо над Севастополем стало площадкой для выступления лучших пилотажных групп России. АПЛОДИСМЕНТЫ Телеканалы ИКС и ИКС-24 готовят масштабную программу ко Дню России и Дню Города. День России, напомним, отмечается 12 июня, а День Города – 14 июня. Но праздничные программы мы покажем заранее. В них мы расскажем о городе и его жителях. 11 июня в 15 часов смотрите прямую трансляцию городского торжественного собрания и праздничный концерт, посвященный 236-летию образования Севастополя, который по традиции пройдет в Театре имени Луначарского. 12 июня зрители ждет большой телемарафон. Он начнется в 15.45 с трансляции выступления Московского джаз-оркестра под управлением Народного артиста Российской Федерации Игоря Бутмана. А продолжится он показом марш-парада участников Третьего Всероссийского фестиваля военных оркестров войск Национальной гвардии России. Всегда на страже 2019. Наконец, в 16.45 в эфире стартует показ голоконцерта фестиваля, который завершится большим праздничным салютом. Он также будет полностью транслироваться в прямом эфире. А в День Города, 14 июня, в эфире телеканала «Икс» также пройдет большой праздничный марафон, который стартует сразу после выпуска новостей в 15 часов. В этот день можно будет увидеть множество историй о городе и горожанах нескольких поколений, которые создавали Севастополь и писали его историю. На саму историю города журналисты телеканала рискнули посмотреть снова неожиданность стороны, рассказать ее через самые обычные предметы быта нескольких эпох. А еще зрителям марафона ждет рассказ о трудовых династиях города и обычных людях, живущих с нами по соседству. Продолжится марафон также показом большого праздничного концерта, который пройдет на площади Нахимова. В нем примут участие звезды российской эстрады, группы «Блестящие», «Мираж», дискотека «Авария» и другие. Вечер завершит также праздничный салют. Не пропустите! В Севастополе начался региональный этап фестиваля Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «ГТО». Участники из 10 школ проходят испытания. И лучшие 10 человек будут защищать честь Севастополя на Всероссийском фестивале «ГТО» в Артеке. Моя коллега Александра Ковалева расскажет, много ли севастопольцев готовы к труду и обороне. И знак «ГТО» на груди у него. Но, чтобы получить заветную награду, этим ребятам предстоит доказать. Именно они быстрее, выше, сильнее остальных. Причем не просто в каком-то одном виде спорта. За три дня испытания участники будут прыгать в длину, бегать на короткие и длинные дистанции, отжиматься, подтягиваться, а еще метать мяч, качать пресс, наклоняться и даже стрелять из винтовки. С учетом того, что младшим участникам испытаний 11 лет, они в одной из двух возрастных групп, которые в октябре будут представлять Севастополь в Артеке. Но это осенью, а пока они на низком старте. Перед первыми испытаниями. Ростик, быстрее, быстрее, чаще работай руками. На беговой дорожке семиклассник Ростислав подтверждает негласное звание одного из самых выносливых и быстрых учеников средних классов. Вместе с ним из школы в Андреевке сдавать ГТО приехали еще пять учеников. Позади у них уже две победы на школьном и муниципальном этапах. И, судя по настрою, останавливаться ребята не намерены. Я хочу попробовать проявить свои силы и показать всем вокруг, что я могу. Сейчас в этом этапе соревнуются около ста человек, но только десять. Лучшие из лучших отправятся на всероссийские состязания. Хотя борются участники не только за возможность выйти в финал или получить заветный значок. Во-первых, есть стимул. Мы лучше, сильнее. Есть победы. И есть стимулирование. При поступлении засчитываются определенные баллы, что дает возможность больше баллов получить при зачислении в высшее учебное заведение. Работающим людям золотой значок ГТО дает дополнительные дни к отпуску. И пусть и на всероссийский фестиваль попадут только школьники до 15 лет, зато сдать нормы ГТО можно круглый год и в любом возрасте, начиная с 6 лет. Желающие могут зарегистрироваться на сайте ГТО, получить индивидуальный код, сдать нормативы и получить заветную награду. Например, как те, кто уже прошел спортивные испытания в первом квартале этого года и теперь может с гордостью носить свой знак ГТО на груди. Александр Ковалев, Андрей Вовк, Новости, ИКСТВ. Это были главные новости. К этому часу в студии работала Левтина Игнатьева. До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин